6 января в США усилят меры безопасности, чтобы предотвратить повторение штурма Капитолия. Федеральное правительство резко усилит защиту на совместном заседании Конгресса, где законодатели подсчитывают голоса избирателей Штатов. Заседание состоится 6 января 2025 года. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на The Washington Post. Таким образом, обычному послевыборному собранию будет предоставлена национальная особая мера безопасности, тот же уровень безопасности, который предоставляется во время инаугурации президента и политических съездов. Ресурсы правоохранительных органов из всего федерального правительства будут задействованы для защиты членов Конгресса, пока они будут свидетельствовать о результатах выборов. Но Конгресс, находящийся в разгаре ожесточенной борьбы за государственное финансирование, должен действовать, чтобы обеспечить секретной службе достаточно денег для обеспечения национальных специальных мер безопасности, говорится в запросе управления и бюджета Белого дома, отправленном законодателем в последние недели. Напомним, недавно жителя штата Кентукки Майкла Спаркса, который был первым бунтарем, вошедшим в Капитолию, США, во время нападения толпы сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа на здание, приговорили к более чем четырем годам тюрьмы. 27 августа специальный прокурор Джек Смит подал новый обвинительный акт против Трампа по поводу его попыток отменить президентские выборы 2020 года, в котором сохраняются те же уголовные обвинения, но сужаются обвинения против него после заключения Верховного суда, предоставившего широкую неприкосновенность бывшим президентам. Штурм Капитолия в январе 2021 года сторонники Трампа предприняли попытку штурма здания Капитолия, где расположен Сенат, с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден. Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе работник полиции. В мае 2023 года по этому делу суд приговорил к 2018 годам заключения основателя и лидера ультраправой организации ОУС Кипр Стюарта Ротса.